Сегодня день света. Сегодня всемирный день борьбы с туберкулезом. Сегодня в Америке национальный день изюма в шоколаде. Если вы любите изюм в шоколаде, есть повод отметить. Сегодня международный день вверх тормашками. Рекомендуется обязательно хоть на несколько секунд встать на голову, чтобы из головы вытрелать все грустные и ненужные мысли. Сейчас идет пятая седмица Великого Поста, и это будет иметь большое значение в нашем сегодняшнем разговоре. 24 марта. Это «Вечерний Витебск». Прямой эфир. Мы начинаем. Добрый вечер. Мы сегодня работаем в эфире с Ваней Паюченко. Добрый вечер всем. Ну, Вань, какие тебя интересуют сегодняшние события? Расскажи, пожалуйста. Вот мне очень понравилось про изюм в шоколаде. Любишь? Не люблю изюм в шоколаде. Я люблю отдельно изюм, и отдельно я люблю шоколад. А вот как-то смешивать не мое. Я тебе предлагаю сегодня есть изюм и закусывать шоколадом. Или наоборот. Да, ну хорошо, давай. Это как Кот Матроскин говорил. Вкуснее же, когда шоколадом на язык, да? Да, я, честно говоря, забыла, что говорил Кот Матроскин. Ну, ты знаешь, я тебе хочу рассказать еще об одном дне. Это, в общем-то, не совсем, чтобы сказать, праздник, но день такой сегодня знаменателен еще и тем, что... Вообще знаешь, что такое потемкинские деревни? Тебе о чем-нибудь говорит? Это уже ставшая крылатой фраза. Ну, мне бы хотелось услышать несколько уточнений. Ваня у нас дипломатичен. Это просто пятерка тебе за дипломатию. Очень-очень давно, 260 лет назад, именно сегодня, 24 марта, был издан указ для Екатерины II, вернее, указ не для нее, а указ ею подписан. Именно сегодня был разработан маршрут, по которому она ехала проверять, каким образом князь Потемкин, которому были подарены вновь обретенные России земли, на них хозяйничает. Ничего тебе не напоминает, нет, о потемкинских деревнях не вспоминаешь, нет? Просто это впервые было придумано то, что актуально во многих местах и до сих пор. Так, уточни, пожалуйста. Так как князь Потемкин хозяйствовал очень плохо, то срочно были призваны все бутафоры, театральные художники, все, кто возможен, и вдоль следования маршрута, да, создавалась такая приятная атмосфера. Не то, что приятная атмосфера, были построены чуть ли не там картонные деревенские избы, были поставлены крестьяне, они были научены, что говорить. Читал Шарли Перро, кстати, вот можешь посмотреть в интернете, когда Шарли Перро написал «Кота в сапогах», помнишь, как там ехал кот в сапогах, его встречали крестьяне. То есть все на самом деле неспроста, не просто так? Конечно, и они должны были говорить «Чьи вы?», они должны были отвечать «Маркиза да Карабаса». Вот Потемкинские деревни – это то же самое. Можно сказать, что и сегодня частенько бывает так, едет высокая проверка, видишь? С инспекцией. С инспекцией, и, пожалуйста, и Потемкинские деревни возникают по ходу действия. Вот, оказывается, откуда ноги растут 260 лет сегодня этому мероприятию. Ну вот, кстати, Наташа, тебе и нашим зрителям предлагаю сейчас послушать несколько новостей, которые сегодня обсуждались в интернете. К сегодняшнему дню вернемся из Потемкинских деревень. Все-таки у нас 2015 год. Я не ошибся, не оговорился, 15-й. Между прочим, сейчас было без всяких подколок. Да? Да. Во-первых, мы для наших зрителей предлагаем, как всегда, наш традиционный конкурс, который мы начинаем в начале эфира и проводим его в социальных сетях. Ищите наши официальные группы ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. И сегодня конкурс у нас такой. Нам прислали фотографию из города Браслов. Покажите нам ее, пожалуйста, на экране. Может быть, сразу не совсем понятно, что там происходит. Но дело в том, что вокруг столба можно наблюдать четыре шины от автомобиля, которые совершенно непонятно, каким образом туда попали. Изначально их запланировали там разместить. И столб вырос из шины. Но вообще я бы обратил внимание, когда рассматривал эту фотографию, на то, что столб, во-первых, находится посреди дороги. И вполне возможно, что это какой-то способ обезопасить водителей. Что раз уж суждено ему в этот столб, извините, въехать, то хотя бы, чтобы это было не так печально. В общем, я не знаю, кто это придумал и зачем. Поэтому предлагаю нашим зрителям зайти в наши группы в социальных сетях и придумать интересные комментарии. Сами же зрители своими лайками выберут лучшие комментарии. В конце этого часа мы подарим пригласительный билет на две персоны на юмористическое шоу Елены Воробей, которое состоится 8 апреля в 19.00 в концертном зале Витебск. Инфолиния 6109-108. Еще новости. Новости. Да, теперь уже непосредственно к тому, что происходило. Итоги литературной деятельности подвели в канун Всемирного дня поэзии в Центральной городской библиотеке имени Горького. Там чествовали лауреатов литературной премии имени Бровки. Было всего три номинации. Проза, поэзия, литература для детей. Ну а найти информацию о победителях, подробнее мы не будем всех перечислять, и список произведений можно в интернете без труда и почитать, и, собственно, понять, за что получили премию. Да, кстати, тоже там такой сюжет есть. Кстати, Витебский Вестник можно посмотреть и на нашей странице в Ютубе, если вы пропустили эфир. Мы познакомимся. Да, а еще сегодняшнего дня в Витебской области через интернет можно оплатить услуги по выдаче, внимание, водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Необходимо подключиться к интернет-банкингу вашего банка, найти платежи ЕРИП и выбрать в списке ГАИ. То есть не нужно больше ждать в длинных очередях, можно это все сделать гораздо быстрее через интернет. по-моему, замечательно. Конечно, это очень удобно. Не нужно стоять в очередях, это всегда... Как я люблю, это утомляет. Кто же любит, конечно. Хотя, наверное, все равно потом, для того, чтобы получить непосредственно из окошка-то удостоверение, придется постоять. Там, может быть, будет на самом деле одно окошко. Но все-таки на одно окошко уже меньше, что радует. А еще на прошедших выходных в городе отметили День весеннего равноденствия. Из фоторепортажа портала Тутбай можем понаблюдать за тем, как это происходило. Извини меня именно поэтому сегодня праздник света. Ах, вот в чем дело. Так вот, витебские художники подошли очень творчески и необычно к этому делу. Всех прохожих вовлекали в свои развлечения. Кто-то даже становился предметом этого творчества. На лицах что-то рисовали прохожим. Вот поэтому я надеюсь, что все уходили исключительно с улыбкой, в хорошем настроении и с чем-то приличным нарисованным на их лицах. Безусловно, приличным. Ну, конечно, как же иначе. Еще. В апреле в Витебске пройдет фестиваль североевропейского кино. На протяжении недели в кинотеатре «Мир» будут показывать самые разные картины производства Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии. Кроме того, все фильмы относительно новые. Они выходили в прокат в 2013 и 2014 годах. И еще одно очень важное дополнение. Все сеансы в рамках данного фестиваля будут бесплатными. Поэтому, если там покажут, может быть, фильмы Ларса фон Триера, я с удовольствием схожу. Вот в ближайшее время будет опубликована программа этого фестиваля. Да, это, конечно, интересно. Я тоже записываюсь. Если тебе будут предлагать пригласительные... Все, уже плюс два. Уже плюс два. Ваня, я в очередь. Ах, кто ж предложит. Витебские лесхозы начали активную заготовку березового сока. Весна все-таки. Уже листок березовый. Не просто, уже. Оказывается, у нас сок не так востребован в Беларуси, как это ни странно. А вот в странах Западной Европы и даже в США местные СМИ вообще призывают, так сказать, изменить местной кокосовой воде и покупать березовый сок. И что вы думаете? За несколько бутылок нашего белорусского сока там готовы платить по 42 доллара. То есть, ну, вот как они упакованы. Прекрасный бизнес. Замечательный. Замечательный. Может, не пойдем в кино будем сок заготавливать? Там есть определенные ограничения. Если не ошибаюсь, в Беларуси этим могут заниматься только лесхозы. То есть мы с тобой не можем заготавливать сок. И, кстати, там уже, там, в смысле, в США и Великобритании, даже продают в аптеках этот сок, потому что действительно он имеет лечебную силу и от ангины, и респираторных заболеваний, и от депрессии. И, в общем, лечит от всего. Лекарства, которые так долго искали. Ну, кстати, больше двух стаканов в день употреблять не рекомендуется. А вот последняя новость, которой я уже заканчиваю свой новостной блог. Все-таки то, что готовит нам апрель, вот мы уже затронули по поводу фестиваля. А вот что нам приготовил март? Вот эти вот финальные деньки. То есть все, наверное, уже заметили, как изменилась погода. И вот, возможно, такой переменной погодой воспользовалась жительница города Полоцк. Покажите нам, пожалуйста, видео. Вот эта женщина преклонного возраста, из вот этого снежка, которого было, ну, я не знаю, совсем чуть-чуть, решила, наверное, слепить себе... Бабульку. Ну, подружку-бабульку или снежного дедушку. Маленькую бабулечку такую. Я не знаю, что у нее из этого получилось, но по понятным причинам мы не можем звук выдавать в эфир. Ну, комментарии, конечно, там зашкаливают, потому что все-таки с юмором все-таки с юмором относятся. Бабулечка хотела себе слепить бабулечку. И что уже комментировать, прям я не знаю. Ну, и ладно, если вы увидите где-то снег, слепите вы бабулечку. Почему нет? Вот такая картина дня сегодня была в интернете. Ну, и в продолжение новостей я предлагаю посмотреть наш традиционный сюжет-афиши, чтобы сделать для себя вывод, куда пойти в ближайшее время. Сокровище земли Витебской в областном краеведческом музее открылась выставка кладов. Здесь представлена богатейшая нумизматическая коллекция, драгоценности, ценные бумаги, оружие. Выставочный зал оснащен современным оборудованием для демонстрации экспонатов. Юбилейная выставка Светланы Баранковской представлена в Витебском художественном музее. Работы мастера, председателя Витебского отделения Белорусского союза художников, выполнены в авторской технике ручного ткачества. В них сочетается как обращение к истокам национального искусства, так и поиск современных форм, оригинальных интерпретаций текстильной пластики. Еще одного юбиляра в эти мартовские дни чествует художественный музей. Акварельные работы Михаила Левковича вошли в экспозицию «Зачарование». Это портреты исторических персон, простых сельских жителей и милые сердцу автора «Витебские пейзажи». Это только небольшая часть моей творчества, потому что я работаю в многих жанрах, и в жанрах сюжетно-тематичной композиции. Почным часом, безумовно, много связано в моей творчестве с историей, с образами исторических особ. И вот тут на этой выставе представлены неколькие празд, связанные с радзивилами. Ну и помимо этого, там, скажем, простые селяне. Ну, а головное, конечно, это поэтичные, романтичные краевиды. Здесь же, в художественном музее, разместились работы молодого украинского скульптора Алексея Леонова. В основе его творчества лежит духовный синтез мировых культур, философских течений и религий. Будда, Лао-Дзы, Конфуций, Сократ, Платон, Пифагор. В экспозиции скульптурные портреты величайших мыслителей мира. Алексей Леонов именно понимает, что через культуру, через духовный, и при утверждении прийти культуры в жизни общества можно создать мир, гармонию, любовь, самоотношения, дружбу. То есть те самые отношения, которые утверждают те же самые основатели всех мировых религий. Центр современного искусства представляет выставку творческого объединения «Март». Десятая юбилейная экспозиция посвящена лабиринтам фантазий. В нее вошли работы как постоянных участников объединения Олега Захаревича, Сергея Сотникова, Елены Гуриной, Владимира Концедайлова, так и приглашенных художников. Побродить по лабиринтам фантазий художников «Марта» можно до 29 марта. В музыкальной гостиной графические работы представила студентка Витебского технологического университета Валерия Каплан. Ее первая в жизни персональная выставка получила название «Квантум» в переводе с латинского «Часть энергии, информации и мысли». К слову, Валерия является победительницей арт-сессии 2014 в номинации «Художественный текстиль». 27 марта на сцене Витебской областной филармонии состоится концерт ансамбля «Толока». Коллектив под управлением Николая Подоляка популяризирует белорусское национальное искусство, знакомит слушателей с образцами музыкального наследия. В концертную программу вошли лучшие номера за всю 20-летнюю творческую деятельность. Благо, благо есть, исповедуйся, Господи, и песни, и песни имени Твоему вешней. Возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. На всякую ночь. Перед нами выступили в самом начале нашей программы наши музыкальные гости. Это женский ансамбль «Благо» отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии. Художественный руководитель Ольга Янченко. Мы с вами услышали композицию «Благо есть» на музыку Азеева. И сразу, конечно, всем стало понятно, что тема нашего сегодняшнего разговора будет иметь отношение к православию, к православной церкви. Именно сейчас, вот в дни Великого Поста, православная церковь отмечает дни православные книги. У нас в гостях протеерея Константин Азофатов, первый проректор Витебской духовной семинарии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, конечно, говорить мы сегодня будем о книгах. Ну, может быть, начнем с праздника. Отец Константин, что это за праздник, хотя бы в нескольких словах? Праздник этот установлен не очень давно решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Он отмечается 2009 года. И поскольку это праздник всей полноты Русской Православной Церкви, то, конечно, он привязан к дате, которая считается первым русским изданием, это апостол Ивана Федора. Именно 14 марта и последующие дни происходят наиболее важные мероприятия. Наши епархи – это целый комплекс, и в том числе в нашей семинарии, научно-практической конференции, открылась выставка и множество других больших и малых событий, которые говорят о важности этой веки в жизни нашего Отечества. Ну, безусловно. И книга – это действительно… Это и искусство, это и источник знаний. И вот такие книги, которые вы сегодня принесли к нам сюда в студию, это, конечно, действительно уникальные вещи, уникальные книги, дотронуться до которых хочется в перчатках, потому что по ним видно, что это на самом деле древность, это на самом деле старина. Наверное, стоит сказать, что книги вообще тогда, когда они начинали только печататься или переписываться, они были только религиозными. Других книг вообще не существовало тогда, когда светской литературы не было, только вот такая была литература. Ну, расскажите скорее про эти книжки, совершенно необыкновенные. Это книги, которые мы специально для нашего эфира взяли с экспозиции, это выставки, которая проходит в рамках этих празднований в нашей семинарии. Каждое из этих изданий уникально, в самой выставке их гораздо больше. Ну, вот так маленькое отступление. Книга, она имела огромную изначально материальную ценность, потому что для того, чтобы ее создать, для различных материалов, это всегда было очень дорого. И поэтому писалось и фиксировалось, ну, конечно, все очень обдуманно, никакого лишнего не было, смыслового мусора. И книга, уникальность ее заключается еще в том, что она создала такую ситуацию, в которой знание стало возможно передавать, во-первых, отчеты к человеку, уже без его непосредственной участия, а во-вторых, время. Мы можем открыть книги, которые созданы, ну, так сказать, несколько столетий, тысячелетия назад. И даже время не властно над книгой. Кень, вот необыкновенно. Ведь эти все краски, вот которыми выписаны эти буквицы, которыми вот эти вот заглавные, да, вот эти буквы, это же все варилось, не было же никакой химии. Это сейчас даже непонятно, наверное, вот таким вот современным молодым людям. Ну, да, у меня все очень просто. Если я допустил какую-то ошибку, да, или описку, я делаю Ctrl-Z, например. Да, можно нажать на кнопочку, и все. И все, и все удаляется. А здесь ведь действительно сперва изготавливалась сама книга, а потом туда уже вносились эти символы. Нет, и не опечаток. Вот, пожалуйста. Конечно. Я боюсь даже, вот боюсь дотронуться. Знаете, за что я люблю? Лучше отодвинь кофе, да. За что я люблю свою работу? Это вот все-таки, конечно, за то, что у меня есть возможность встречаться с разными людьми, и чаще всего это действительно очень интересные люди. А еще за то, что я могу хоть когда-то с какими-то такими уникальными вещами, потрогать их руками. Посмотрите, какая обложка. Вы посмотрите, это же досточка. Ну, вот это специально книга же. Почему говорят между двумя дощечками, да? Это потому что именно вот они, дощечки. Вот они. Это вот тоже железная. Это кожа. Это же, ну, прям вот, прям дышит временем. Это удивительно. На самом деле, вот так восхитительно рассказывайте это, на самом деле, того достойно. Это Евангелие середины 18 века, езденное в Почаевской лавре. И, как вы уже заметили, переплеты всегда делались очень основательными. Они, как правило, имели деревянную основу. Застежки были. Это очень часто произведение искусства, ювелирного, кожевенного. Вот. И поскольку мы говорим о том, что здесь у нас находится, то меньшая по размеру, вот перед нами лежит книга, но не менее ценная, может быть, и больше, и более ценная, она уникальностью заключается в том, что она вообще рукописная. Давайте мы покажем вот так, может быть. Я прям, давайте я вот так в руках подержу. Смотрите. Она рукописная, но нам кажется, что она напечатана. С таким искусством, с таким четким рвением человек переписывал псалтырь царя Давида. Конечно же, хронологически она сохраняется в таком состоянии, видимо, датировкой в 19 век, может быть, конец 18-го. Но она говорит об этом вот трепетном отношении к тому знанию, к тому Божьему слову, которое передается вот через этот, скажем так, объект материальной культуры человека. А еще посмотрите вот на эту книгу. Это же уникальные совершенно цветные иллюстрации. Это же вообще, наверное, баснословных денег стоило, потому что краски, иллюстрации, это же в древности. Перед нами здесь находится одно из очень редких изданий. Это по времени не очень древнее, 19 века, но это книга Новозетта, которая все знают, «Апокалипсис» или «Откровение Ставаяна Богослова». Причем она издана в таком большом формате, очень много таких цветных иллюстраций. Это не просто текст, а текст с толкованиями святых отцов. Поэтому, принеся сюда вот эти наиболее, скажем так, знаковые и ценные экземпляры, мы просто хотим обозначить ту ценность, которой мы обладаем уже не одно столетие, и которая дает нам возможность иметь ту связь духовную, ту ниточку, которая была сотворена святыми братьями Кириллом и Мефодием, которые дали возможность славянам на своем языке понимать истины божественные, истины священного писания. И уникальность ситуации, их миссии заключалась в том, что лично они, конечно, сделали очень много, но помимо этого они еще создали школу. После их смерти их ученики продолжали делать переводы. И самое главное, что славяне одномоментно получили совершенный инструмент, потому что греческий язык за тот момент уже не одно столетие своего развития прошел, имел совершенную грамматическую структуру, и когда делали, создавали и азбуку, и грамматику, то славяне одновременно, одномоментно получили язык совершенный, то, как бы, скажем, вот кто-то ездил сначала на паровозе, потом на автомобиле, потом полетел на космическом корабле, а вот здесь в генетическом отношении сразу дали шаттл, который может лететь очень несопоставимо. И этот результат мы видим, потому что исторический факт, он известен, что в средние века славяне даже на бытовом уровне пользовались грамотой. Отец Константин, давайте мы с вами, вот, может быть, от вот этих вот великолепных реликвий, перейдем немножко ближе к нашей земле, к нашей, и давайте мы сначала посмотрим сюжет, который даст нам, как бы, затравочку, а потом мы с вами об этом поговорим. Хорошо. Один из самых знаменитых памятников истории Беларуси, Кутейнский Богоявлинский монастырь, был основан в 1623 году. Православный магнат Богдан Ститкевич и его жена, урожденная Анна Агинская, выделили для этого строительства свое имение Кутейна на юго-западной окраине Орши. В 1630 году на территории монастыря была основана знаменитая Кутейнская типография. Издательским процессом руководил Спиридон Соболь, талантливый и трудолюбивый книгопечатник. Спиридон Соболь привез по просьбе Труцевича ее в Оршу, была установлена то, что не хватало своими руками, мастеровые люди сделали, и это была самая большая типография в Беларуси. Монастырская типография сыграла огромную роль в истории книгопечатания. По сути, Кутейнская лавра была первым книгоиздательским центром на беларусской земле. В этой типографии было выпущено 27 изданий, и, как предполагают исследователи, в несколько сотен экземпляров. Это как церковная литература, так и светская. Одно с самых вядомых выданню для Яго и одно с самых важных выданню для Оршы и для Беларуси у Вогулі – это первый беларусский буквар. В 1631 году в Кутейнской друкарне был выдатен беларусский буквар. Имен авитоспиридон Соболь первый ужил эту назву для литературу такого кшталту. До этого часа буквары назывались азбукой. Кутейнские издания отличались очень качественной печатью. В каждой книге был титульный лист, богато оформленные заставки и иллюстрации. Типография имела большое значение для сохранения православной культуры и просветительской деятельности. В 1654 году, когда началась война России и Речи Посполитой, она была вывезена в монастырь под Новгородом, где работала до 1657 года. Возвращаемся в студию. Только что мы узнали, что именно на нашей земле, на Витебской, в Орше, родилось слово «букварь». Да. И оттуда пошло по всему миру. И у нас есть вот здесь прямо вот уникальная совершенно вещь. У нас есть фоксимильное издание вот этого вот букваря Спиридона Соболя. Пока вы смотрите на это издание, я хочу сказать, что у нас за спиной еще вам покажут еще другие фоксимильные издания. Это тоже, чем занимается сегодня издательство, да, «Экзархата», наверное. Да, это все издания, которые изданы издательством белорусского «Экзархата» либо самостоятельно, либо с, так сказать, содружественной авторствой с библиотекой национальной, Академией наук. Вот, и, конечно же, главный смысл всех этих изданий, он состоит в том, чтобы обозначить очень четко наличие таких уникальных, очень древних памятников. И для того, чтобы фоксимиле, конечно же, не создает такой ценности, как аутентичный экземпляр, но он показывает, дает возможность многим очень людям прикоснуться, вот, как бы, скажем, непосредственно к этому памятнику. В данном случае, вот, я держу в руках вот этот букварь по сюжету, трудно было, наверное, представить, какой он был, небольшого размера, но вот в таком небольшом формате он был сделан для того, чтобы его можно было брать с собой, чтобы человек мог учиться постоянно грамоте и очень с большим смыслом. Давайте мы скажем, вдруг у нас, я прошу прощения, смотрят дети, давайте мы скажем, что фоксимильное издание, это издание, которое, ну, по возможности, наиболее полно повторяет то, как это было на самом деле в древности сделано. Да, то есть оно абсолютно идентично копирует внешний вид оригинала. Иногда даже, вот как здесь вот у нас стоит житие преподобные фросинии, странички, так немного их повреждает, чтобы был вид, как будто эта книга очень древняя, чтобы максимально создать впечатление вот этой древней книги. И вот здесь в букваре мы видим нашу славянскую азбуку, мы видим тексты, конечно же, как вы уже сами сказали, что в определенный период времени не было светской литературы, не было светского образования, и поэтому тексты, которые здесь приводит Спиридон Соболь, это, конечно же, в первую очередь тексты молитв. И это то, что позволяло белорусам сохранять на протяжении столетий свою этнонациональную идентичность, вот этот духовный стержень, который никогда не дает человеку согнуться. Ну, это на самом деле очень здорово, это уникальные вещи, очень приятно, что это букварь, и вот здорово, что все-таки это, мы можем говорить, что это наше, это действительно наше, и такое вот на весь мир наше. А можем мы говорить, что вот то, что у тебя сейчас в руках, это прообраз современных карманных книг, с которыми... Миниатюрные. Миниатюрные книги, да. Возможно, возможно. Но еще можно позавидовать, кстати, тем ученикам, которые носили такие маленькие учебники, мне нужно было таскать огромные книги. тем было, у кого они были. Но, насколько я знаю, 35 тысяч экземпляров был. Тираж, это же, ну, вообще громадное. И одна только, на самом деле, сохранился один только, вот этот букварь, во Львове. Да. Вот только одна книжечка. Вы знаете, отец Константин, у нас, мы очень любим детей, у нас есть в нашей программе специальный сюжет о детях. О детях, которые лишены многого. Лишены, может быть, ни книг, ни игрушек, но лишены человеческого тепла. И именно сейчас мы предлагаем всем посмотреть сюжет о ребенке из детского дома, которому, конечно, нужно тепло, нужны родители, и хорошие книжки, безусловно, тоже нужны. Ирочка, маленькая смешливая девчонка. Очень любопытная, ей все интересно, болтает без умолку, миллион вопросов сразу, это про нее. Ей интересно знать, зачем нужен микрофон, что нарисовано в книжке, какая погода за окном. Она не спрашивает, почему она оказалась в детском доме, почему мама не поет ей колыбельные на ночь, а папа не подбрасывает верх, даря счастье свободы полета и одновременно защищенности. Почему они бросили ее? Ирочка пока счастлива в своем маленьком мире, ей нравится, что вокруг дети, игрушки и тепло, ведь этого у нее не было. Она у нас добрая, ласковая девочка, любит, чтобы и пожалели, похвалили, ну и для этого дает много поводов, очень помогает нам, мальчишкам помогает, за ними даже и присматривает, как маленькая мамочка у нас, и в шкафчик расскажет, как сложить вещи лучше. Очень хотелось бы, чтобы такая девочка попала в семью хорошую, потому что часто мама вспоминает, хочет к маме, любит братишку своего Мишу, он в первом классе, часто рассказывает нам о нем. Так что очень хотелось бы, чтобы такое маленькое солнышко наше тоже могло кому-то помочь, согреть кого-то, и чтобы ее согрело. На первый взгляд Ирочке сложно дать пять с половиной. Она маленькая и худенькая, и ее мир такой же хрупкий. Так хочется, чтобы этой девочке никогда не пришлось спрашивать, почему. А ее глазенки всегда светились от счастья, мама и папа рядом, и родительская любовь давала то самое чувство защищенности. Всегда. Напоминаю, говорим мы сегодня о книгах. Начали мы книгами старинными, и вот сейчас мы продолжим книгами, которые создаются сейчас. У нас в гостях Виктор Борисович Атапин, преподаватель семинарии, духовной семинарии нашего города, филолог, историк, человек, который занимается, я так понимаю, историей нашей Витебской, может быть, епархии, да? Конечно. Но, коль мы заговорили о семинарии, вот первое издание о нашей духовной семинарии. Здесь подробно о ней рассказывается. С портретами преподавателей и руководителей семинарии достаточно интересное издание для тех, кто хочет познакомиться поближе с этим учебным заведением. Это учебное заведение еще выпускает и собственные научные издания. В данное, вот, вестник Витебской духовной семинарии. Это первый выпуск прошлогодний. Меняем. В этом году готовится второй выпуск. В частности, во втором выпуске будет моя статья, посвященная Витебским ручьям. Ручьям? Да. Как-то одна из газет опубликовала статью под названием «Город 17 ручьев». На самом деле, витебский ручьев ровно в два раза больше. Да? Да, из них только с названиями 27. Еще одну книгу мы издали к юбилею Отечественной войны 812 года совместно с москвичами. Эта книга, собственно, сборник. Здесь есть и наши статьи. Я хочу уточнить, то есть это издает наша витебская витебская? В данном случае это издали в Москве, но работали совместно. Да. Вот. А эта вот книга, если это можно назвать, скорее буклет, это православные храмы Витебска совместно с управлением по физической культуре и спорту. Ну, это такое вот издание, которое для туристов. Оно красочное, с фотографиями, с открытками. А вот самую интересную книгу, которую я хочу рассказать, показать пока нельзя, потому что она еще находится в типографии. Дело в том, что в этом году исполняется 150 лет с дня выхода книги о Витебском Марковом монастыре. Такая. И рабонах от врата. Самым древним. Или нет? Да, конечно. Монастырю 700 лет. Ну, это вообще... Так минимум. Первое упоминание о монастыре письменное относится к 1298 году. То есть это... У нас Турежо в это время был, как всегда, по первому упоминанию, мы считаем. Да. Содержится это упоминание в жалобе Ратмана Фришского магистрата Витебскому князю. Они жалуются о тех обидах, которые были причинены рижанам на Витебской земле, и в том числе говорят о неком детине, который был, наверное, неправ, потому что он взял меч и отправился к литовцам девок купить. А забрел, по всей видимости, на земле монастыря, что он там делал, историю умалчивая, но главное для нас, из монастыря выскочили три монаха и еще какой-то, кстати, гражданский человек. Избили этого детину, отняли у него меч и отдали его княже. А князь заточил его в подвал. Так вот, книга написана 150 лет назад, конечно, она стала достаточно редкой с тех пор, и к 150-летию подготовили ее переиздание. Переиздание снабдили картинками, монастыря ведь фактически сейчас уже не осталось. Мало даже кто из жителей города знает о том, где он находится, его не видно, здоровье, он застроен производственными зданиями. Ну, Марковщина, это называется Марковщиной именно потому, Марковщина целый район, весь район называется Марковщиной. Да, потому что там Марковщина. Причем, если бы жители города знали, что Марковщина вообще начинается прямо от улицы Ерцина и до речного порта, значительная часть Первомайского района все это были земли монастыря. И обо всем этом написано в книге. Которую вы уже отдали в печать. Отдали в печать, она вот-вот появится в свет, ее можно будет посмотреть, почитать. Там есть картинки акварельные, потому что прошлого века и даже конца позапрошлого века. В монастыре только церквей было четыре. То есть это были огромный, огромный комплекс? Огромный комплекс, расстановшийся на пол Первомайского района. В районе ДСК была церковь Параскевиевская. Там был святой источник. К этому источнику совершались крестные ходы. В монастыре была масса мастерских. Иконная, швейная, сапожная, кузнечная. Была монастырская школа, где учили детей. А дети в основном были из... Разные были, но большинство детей было из монастырской Слободы. Находилась на том месте, где сейчас расположена челочная пятажная фабрика Ким. Но все это очень интересно. Особенно это интересно потому, что вот вы... Это ваше ведь исследование, то есть вы... Исследование отца Сергия Василевского, который написал... Но которые вы, тем не менее, обработали, нашли. Многое было отцу Сергию неизвестно. Какие-то открытия в исторической науке произошли уже, так сказать, после его смерти. Поэтому эта книга прокомментирована, дополнена не только фотографиями, но и всякими интересными, приближающими к нам примечаниями. Особенно интересно, конечно, потому что понятно, что это было все у нас тут, и вот как вы рассказываете, вот это находилось на современной территории вот этого, это здесь, это здесь. То есть ты можешь себе прямо нарисовать вот как, не знаю, каким-нибудь спецэффектом телевизионным нарисовать себе перед глазами, как это все было. Это очень интересно. А библиотека была? Библиотека, конечно, была богатая монастырская библиотека. Но библиотеки были в обязательном порядке даже при всех храмах, при самых бедных сельских храмах. А в 800-летнем монастыре, можете себе представить, библиотека была весьма порядочная. Правда, монастырь перенес массу всяких тягостных событий и в 812 году, и до этого из-за преследований православных. Поэтому библиотека периодически погибала, но всегда пополнялась. Вы знаете, Виктор Борисович, мы хотели бы вам сейчас и всем зрителям показать сюжет о библиотеке, которая находится в Полоцке, о самой древней библиотеке и в Белоруссии, и, естественно, у нас на Витебщине. Давайте посмотрим и представим себе, что, возможно, что-то похожее было и у нас на наших землях. Судьба древних библиотек на белорусских землях до конца еще не исследована. Однако совершенно точно известно, что такие книгохранилища на территории Беларуси существовали и несли в себе интереснейшие источники, связанные с нашей историей, культурой и религией. Первой из известных сегодня библиотек считается библиотека Полоцкого Софийского собора. Она была создана в 1066 году. Есть сведения, что в ней хранилось очень большое собрание книг. В основном летописи и церковные труды, которые терпеливо переписывали монахи. Книга писалась с ранницы до вечера, монах-перапишчик, только спиняющийся на молитву, ну там перапинки были, и он повинен был писать эту книгу, вводя к каждому литру, и, правда, эта справа была довольно тяжкая. Вместе с другими ценными рукописями в Софийском соборе хранились и книги, созданные в скрипториях Ефросине Полоцкой. Поскольку книги и рукописи были очень дорогими, то их чаще всего хранили под замком, то есть и, возможно, в каких-то там больших, скажем, сундуках. Но когда уже, представьте, появлялось большое количество, да, большое количество книг, рукописей, сначала рукописи, а потом уже книг, то, естественно, их нужно было как-то формировать, то есть для того, чтобы удобнее было ими пользоваться и удобнее было их затем взять и вернуть, в общем-то, на то место. на котором они должны находиться. К сожалению, древнейшая на восточнославянских землях и богатейшая по своим коллекциям библиотека Полоцкого Софийского собора, просуществовавшая на территории Беларуси более 500 лет, в 1579 году была разграблена польскими солдатами и вывезена из города. И хотя войны, разрушения, пожары не щадили древние книги, можно с уверенностью сказать, такое богатство не исчезает бесследно. Потому что рукописи, как известно, не горят, а великие творения навсегда оставляют свои корни в культуре и в душе народа. У нас в студии сегодня необыкновенные книги и необыкновенные истории об этих книгах, о тех, которые были в старину, о тех, которые еще только готовятся в печать и о тех, которые уже из печати вышли. О современной литературе мы тоже сейчас поговорим. Протоиерей Николай Просаков, председатель репархиального отдела по культуре и творчеству. Тоже добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, отец Николай, вот современная православная литература, ведь об этом тоже можно говорить очень много и по-разному. Книги издаются, книги тоже разные, которые мы можем увидеть и в продаже, и... Вот я сегодня зашла в специальную церковь и посмотрела, что там предлагают купить. Ну вот ваши книги, которые вы принесли с собой, ну прям красивее. Нет, так раз книги я принес показать такие наиболее популярные за последние годы, которые изданы были разными издательствами православными и которые очень большой популярностью сейчас пользуются. Просто, может, не все телезрители имеют такую возможность или не информированы об этом, поэтому, в общем-то, хотелось бы просто вот показать и заинтересоваться. Конечно, это очень интересно. Для молодежи. Я выбор сделал такой, что в основном для молодежи так вот. Потому что мне кажется актуально. Более старшее поколение больше книгам как-то привязано, а молодежь больше интернет, конечно. Но все-таки в интернете многие вещи, которые... Не заметят книгу все-таки, я думаю. Книга... Безусловно, конечно. Ее в руки возьмешь, это же совершенно другое чувство. И вот я хотел просто так вот коротко такой обзор такой сделать. В общем, наиболее... Вот одна из таких книг, которые я хотел показать, это «Не святые святые» Архимандрита Тихона Шевкунова. Книга, которая выдерживает уже восьмое издание, которая рассказывает о приходе вот человека светского, приходе его в церковную жизнь. Вот он сам прошел этим путем. Он, в общем-то, режиссерский факультет заканчивал, вернее, сценарный факультет ВГИКа, Москвич, вот, а потом стал монахом, подвязался в монастыре Псково-Печорском и как оператор там работал, снимал по благословению жизнь, в общем-то, монашескую. Вот и вышел фильм его. И вот книгу издал вот такую, которая, казалось бы, очень такая книга такая, ну, о специфике, в общем-то, церковной жизни. Но оказалось, что она настолько популярная стала, что перездают на много языков уже переведена и на французский, на английский. Восьмой тираж, это примерно больше полутора миллионов, наверное. Я когда в Москве был, обратил внимание, сестра фиши, делаю спектакли по этой книге. То считается книга захватывающей, то есть просто потрясающей. Настолько открывается мир, который для многих людей просто закрыт и неизвестен. Вот как человек светский, я могу сказать, что это на самом деле очень интересно. Мы же понимаем, что люди, которые с нами вместе живут, с которыми мы вместе росли, проходят какое-то время, и эти люди приходят в церковь по каким-то им известным причинам. А человеку светскому всегда интересно, кажется, что это совершенно какая-то другая жизнь, она закрыта, она неизвестна, она непонятна. И всегда хочется и психологически понять, почему, и как, и что должно так повлиять на человека, ведь это не обязательно какие-то горести или какие-то, это совершенно другой подход, я так думаю. Нет, нет, как раз вот здесь вот именно приходит в церковь разных совершенно людей, светских, далеких от Бога, атеистов, в общем-то, которые потом, в общем-то, для них мир открылся вот в той красоте и правде, которая для человека просто невнимательного он скрыт. Поэтому это очень интересно. И считается совершенно потрясающе. И очень откровенно. Вы знаете, вот бывает, как-то одна сторона показывается, а какие-то негативные стороны. Здесь все так, как есть, так есть. Вот без всяк в этом. Поэтому очень вот рекомендую вот не святые-святые книги, а другие рассказывают. Я еще раз ее покажу. Вот какие детские, красивые книги у вас, такие издания прекрасные. Я хотел бы сначала, может, рассказать про другую книгу, которая очень может быть интересна нам, вот вестибчанам в частности, хорошо? Конечно. Это немножко про детский. Книга тоже, в общем-то, очень важна, может быть, как раз для современной молодежи посмотреть эту книгу внимательнее. Называется «И смерти в жизнь». Это книга, собственно, на воспоминаниях наших воинов-десантников, 103-й, нашей дивизии ВДВ, которая воевала в Афганистане, там, на других точках, в общем-то. Офицеры и солдаты рассказывают о помощи Божьей вот как раз во время вот таких военных действий. Причем, это было, представьте, время советское, это же 80-е годы, самый разгул, в общем-то, такой атеистической пропаганды. И вот как люди совершенно атеистически воспитанные, комсомольцы, вдруг обращались к Богу, и как они получали эту помощь. Совершенно потрясающая книга, тоже очень откровенная, очень такая правдивая, без всяких приукрашений. Вот то, что есть, то есть. Вот это сейчас очень хорошее время, потому что можно писать и издавать такие вещи, которые правдивые, которые действительно являются откровением. Даже для тех, кто, в общем-то, это знал и прошел, я думаю, это очень интересно тоже обратить внимание на эту книгу. Ну, я принес несколько книг для вообще, для подростков и детей, которые великолепно изданы, как раз белорусскими экзорхатами издаются. Посмотрите, вот, например, о различных иконах, которые так или иначе прославлены на в том числе и на Белоруссии. Перминская икона, великолепные иллюстрации, прекрасное художественное оформление, такой большой альбом такой, очень текст такой доступный, легкий, читается замечательно. Вот тут Рублевские, по-моему, да? Ну, это целая серия сейчас, и сейчас она из продажи в киосках, это целая серия русской иконы, русско-православной иконы. Тоже очень прекрасное издание, итальянская печать, в Италии издание. Ах, прям даже листаете и прям запах вот этот вот. А это тоже детская книга? Мне кажется, она будет... Это книга не детская, это книга, в общем-то, для любого возраста, даже для взрослого скорее больше. Но она целая серия идет, уже там где-то около больше 40 книг вот вышло. Вообще, ты знаешь, Ваня, в моем детстве было, ну, я не знаю, наверное, в каждом, ну, может быть, не в каждом, но в очень многих домах собирали именно альбомы, альбомы вот с репродукциями. Все-таки трудновато из Витебска попасть в музеи, в настоящие. И вот собирались эти альбомы, и прям вот этот запах, вот это вот... Прекрасные эти иллюстрации, это прям вот меня в детство возвращает. Я обожала в детстве. У нас... У меня родители очень любят, увлекаются книгами, и я на диванчик. Горизонтальное положение, и вот эти альбомы. Обожала просто. И сейчас обожаю. Ну, и вот такого же плана, в общем, великолепная изданная книга о православных, святых, белорусских. Просто-просто великолепная. Даже человек, который в церкви, не всегда идет информация, вот и карты, и иллюстрации, и какие-то рисунки, древние, современные какие-то реликвии. Очень великолепный тоже изданной альбом православные, русские, святые. Отец Николай, ну, последнее. Ну, последнее, что я хотел сказать, что, знаете, церковь сегодня, церковное издательство издает не только книги, которые вот, ну, и для богослужения, вот, и такие популяризирующие, в общем, такие-то моменты церковной жизни. Ну, и книги, в общем-то, подарочные. Это, конечно, меньше такой, меньше, может быть, сегмент вот издательств, но, тем не менее, вот великолепное издание, подарочное, в таком древнем стиле, так оформленном, молитвослов, да, православный. Тоже кожаный переплет. Да, кожаный переплет, великолепные иллюстрации цветные. Такая бумага. Сделано все, ну, просто шедевр. Как раз подарить такой подарок, конечно, любому человеку приятно получить. Вот, конечно, в подарок, конечно, на всю жизнь вот такой замечательный. Замечательный. Да. Все эти книжки, я так думаю, если не купить, то можно прочесть в библиотеках, в которые есть доступ любому человеку, светскому, мирскому. В библиотеки можно ходить, и давайте мы сейчас посмотрим, как туда попасть, и где, и какие у нас есть библиотеки. В Витебске традиции духовного образования были заложены еще в XIX веке. В 1810 году открылось Мужское духовное училище. В 1856 – Духовное семинарие, а в 1864 – Женское духовное училище. Позже, спустя 30 лет, при Николаевском кафедральном соборе образовано церковно-археологическое древлехранилище, В духовной же семинарии в то время уже существовало целых две библиотеки. Сейчас семинарская библиотека открыта и для учащихся, и для жителей города. Она носит имя известного витебского археолога, историка, краеведа Алексея Парфеновича Сапунова. «Наша библиотека» Наша библиотека имеет уже на сегодняшний день даже историю, потому что она была создана в 1993 году. Горожане, узнав, что в городе открылась библиотека, несли свои книги, пожертвования, и таким образом уже к концу 1993 года около 900 книг насчитывалось в библиотеке. Сотни и тысячи экземпляров разных книг хранятся сегодня в православных библиотеках Витебской епархии. Это не только религиозная литература, но и художественная, историческая, познавательная. Одна из крупнейших храмовых библиотек находится в Святой Георгиевской церкви. Здесь собрана большая коллекция детской литературы. Здесь проходят занятия воскресной школы. Много бывает детей, пожилых людей. Посетители приходят с семьями. Библиотека насчитывает фонд 5400 книг. Где-то около 500 читателей. Может быть, это не твердая цифра. Ну и основная книга в библиотеке, конечно же, Библия. Меняются времена люди, но книга не теряет значимости в жизни человека, в его духовном и нравственном развитии, в восприятии окружающего мира. И поэтому сегодня особенно важно прививать любовь к книге детям. К этому стремятся родители, бабушки, дедушки. На это направлены и работы библиотек. Они учат любить и ценить книгу как источник знаний, мудрости и духовного богатства. Сегодня мы посмотрели на те книги, которые издает церковь, издает епархии. Мы посмотрели на старинные, совершенно необыкновенные фолианты. Мы посмотрели на современную литературу, которая существует. Отец Николай, может быть, у нас остается совсем-совсем немножечко времени уже до конца программы. Может быть, вы можете дать какие-то краткие рекомендации. Вот как вы считаете, как человеку светскому подходить к православной литературе? Можно об этом сказать коротко? Ой, ну, краткость сестра Таланта, но вот где его взять? Ну, не скромничайте. Ну, я не потому. Я просто действительно говорю, что просто сказать... Ну, вы знаете как, я думаю, что когда человек просто вот у него расположено сердце как-то вот таким вещам, то он и находит ту литературу, которая по сердцу. Как сказано в Писании, человек из сокровища своего сердца выносит доброе, если у него там доброе, а если злое, то выносит злое. Ну, так я перефразирую. Поэтому, если человек ищет вот правду, он обязательно, Господь ему поможет и даст ему в руки то, что необходимо ему, и откроет для него мир, который для него пока скрыт. Вот в чем, вот весь секрет, я бы сказал. Это литература православная, это литература духовная, это литература нравственная, это литература, которая человеческое сердце или человеческую душу должна увеличивать. Я бы сказал, ну, может быть, ну, может быть, все-таки душевная литература, да, духовная немножко тоже другое, другая степень, что вступит, ну, да, в общем, да. Спасибо вам большое за всем нашим гостям. Большое спасибо за такой интересный рассказ, за такие необыкновенные вещи, которые вы принесли с собой. Это действительно уникально. И я думаю, что мы заинтересовали многих тех, кто нас сегодня смотрит и к вам захотят прийти, почитать, полистать ваши книжки, прийти в музей, чтобы посмотреть. Я хочу передать слово Ване, чтобы он подвел итог его сегодняшней работы, что нам прислали, какие у нас есть комментарии. Да, теперь моя очередь подводить итоги сегодняшнего вечера. Напомню, в начале эфира мы объявили конкурс, который традиционно мы проводим в социальных сетях. Мы не будем сейчас озвучивать все варианты, потому что там очень много достойных. У нас, во-первых, нет столько времени, во-вторых, это будет несколько неуместно. Нужно было просто придумать комментарии вот к этой фотографии. Если вам интересно, заходите на наши страницы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Ну а победителем сегодня по общему количеству лайков признана Илона Акулич. Поздравляем вас! Вам достается два билета на юмористическое шоу «Елены Воробей», которое состоится 8 апреля в 19.00 в концертном зале «Витебск». Инфолиния 6, 109, 108. Завтра продолжим. Я хочу сказать еще раз большое спасибо всем, кто сегодня работал с нами вместе в эфире. И хочу представить наших музыкальных гостей, которые в финале нашей программы исполнят для нас музыкальное произведение наших витебских авторов. Ирины Дорогановой и Елены... Извините, чьи слова я не могу прочесть, простите. Елены Фитяевой. Спасибо большое. Исполнять будет женский ансамбль «Благо» отдела религиозного образования и китохизации Витебской епархии. Художественный руководитель Ольга Янченко. Мы можем предоставить слово теперь хору и насладиться духовной музыкой. Светлая заря покаяния, сладость райской тайны приобщения, Нераская нераская нераскояных увещаний, О, святая Дева, радуйся, Свободи нас следом воскресенье, Свободи от бед, пожалуйста, Бездна мудрости и смиренья. Мати общего избавлення, Венче Бога мудрых уваженье, К Сыну дивное умовенье, Милосердие ты насажденье. О, Святая Деву, радуйся, Пробуди нас следом воскресенье, Свободи от бед, пожалуйста, Бездна мудрости и смиренья. Бачи жемчуга украшается, Твойки вот слезами умиления, Токи благостей изливаются, Навлеку мягко образу спасенье, О, Святая Деву, радуйся, Пробуди нас следом воскресенье, Свободи от бед, пожалуйста, Бездна мудрости и смиренья. О, Святая Деву, радуйся, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok